Друзья, привет! Вот это, короче, блогер. Взял камеру, не вставил карточку. Сегодня у Виталия день рождения. Поэтому еду за ним. Сейчас поздравить. А потом мы поедем праздновать его день рождения в селе. 15 апреля. Карантин. Хорошо, что теперь есть домик в селе. А то где праздновать день рождения? В лес запретили, в парк запретили. Кафехи не работают. Надо найти Виталию, потому что он пошел пиццу заказывать. Хочет позавтракать пиццей. Друзья, ну Виталик, короче, неисправим. Я подъехал, жду, 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 жду. Звоню, звоню, а он трубку не берет. Наверное, больше я за ним ездить не буду. Вот стою, жду на углу. Я знаю, какая у вас возникла мысль. Какого хрена ты в машине в маске? От кого в маске сидишь, да? Объясню. Маска просто для того, чтобы не трогать лицо. Понимаешь? Если ты сидишь в маске, ты трогаешь лицо, ты же руками где-то берешься. А еще вот, что хочу сказать, друзья. Раз уж так случилось, что я забыл карточку в камеру, ее, конечно, можно заехать забрать домой. Но я все это видео сниму на Samsung S20. И смонтирую тоже на нем же. Чтобы вы просто понимали, стоит вам покупать такой. Или не стоит. Извините, друзья. Вышла ошибочка. На Samsung S20 Ultra. Так, сниму на всякий случай время. Уже прошло 15 минут. Я не думал, что я его так долго буду ждать. Поэтому время изначально не снимал. Я приехал в 11.15. Уже жду 15 минут. О, а вот он. На ловца и зверь бежит. А трубку не берет, блин. Смотрите, идет именинник. Поздоровайся с подписчиками. Ну что, поехали? Тебе надо, наверное, мой аккумулятор забрать. Алло. Короче, у Виталия, как всегда, его преследуют какие-то, блин, неприятности. Говорил я тебе, сразу купи аккумулятор после первого раза, как он сел. Ладно, поехали за твоим аккумулятором. Пошел Виталия снимать аккумулятор. Сейчас придет, скажет, у меня ключа нет. Ну, если у него нет, то, слава богу, у меня есть ключ на 10. Это единственный ключ, который у меня есть в машине. Бегу к Виталию и проверю, как работает стабилизация. Ух ты, ты что, спер аккумулятор? Ну, ты даешь, а! Он спер аккумулятор. Конечно, он уже весь засох. А сейчас дует сильный ветер. Сильный ветер дует. И как вообще хорошо смотреть, когда кто-то... Под ноги, братан, потому что это аккумулятор. А вдруг он там замкнет в багажнике. И что дальше будем делать? Я серьезно. Как можно таком адресом, который разродился полностью? До нуля. Да, если там сейчас плюс и минус нажать, давай проверим. Да, давай, поехали. Да я офигею, если сейчас тебе не повезет, и аккумулятор, короче, нету. Рынок закрыт. Вот сейчас посмотрите, друзья, найдем мы аккумулятор или не найдем. Видите, вообще пустота. Никого. Вот к этому надо подходить. Короче, поехали. Вот, друзья, аккумуляторы. Если что, обращайтесь. Пацан нормальный. Вот на первом вот эта будка рекомендую, друзья. Самый лучший аккумулятор и проверит, и все сделает. Денег никогда не возьмет лишних. Так что вот такие вот дела, друзья. Если кому-то надо аккумулятор, человек очень хорошо соображает. И Виталя сэкономил гроши. А у меня проверял, когда аккумулятор сказал, что надо менять. Так что, обращайтесь к специалисту. Ну да, видишь. Сейчас проверим, что мне за посылка пришла по пути. Опа. А здесь колончик с горным хрусталем. Этот человек нашел. На поиске кладов, по-моему, продал мне за полторушечку. Так что я получил, отправляйте мне карточку. Так, решили поесть пиццы. Вы не переживайте, у меня есть антисептик. Давай, руки побрызаем. Я только что мыл. Да не лезь на антисептик. Я только что помыл. Давай, давай, чтобы я видел. У нас горят. Все, давай. Видите, Виталя, сколько пицц на это. Слепу уже. Вот так, говорит, надо делать бутерброд. Смотрите, это бутерброд от Витальки. Вот так раз. И бутерброд порви рот. Да, Виталя? Так нормально, видишь. У нас пицца всегда с собой. Так что завтрак ничего такой. Нормальный. Да? Виталя, а что ты постоянно покупаешь по две пиццы? Одну пиццу берешь, вторую в подарок дают. Это до 4 часов. С 8 до 4. Такая акция. Так ты халявщик. Да. Что-то ты там сильно долго одеваешься. Ох, людей там на почте. Все бегут, куда-то бегут. Может, там что-то бесплатно раздают? Да нет, там камерно платят. Видишь, им говорят, что не это самое. Не ходите на почту. А они идут. За 500 гривен 2 часа ночи звонили, что мне денег переплатили. Да? Все вот так. Ну, давай, погнали в мясной. Да, где он там? Прямо. О, движуха на рынке нормальная. Такое ощущение, что карантина и нету. Гляньте, какой движ. Нам вот сюда, в мясной. Сейчас покажу вам хороший мясной магазинчик. Вот он, видите? О, и тут людей нормально. Видите, сколько? Надо очередь занимать. Мы уже без очереди прорвемся. Вот, знаешь, все, да? Да. Да, за нами. Я за 3 девчатами, я за этой шеатракеты. Ваши. Ну, там бесплатно. Вот такого полторушечку и вот такого полторушечку. Виталя все обрабатывает. Все обрабатывает. Все обрабатывает. Я за сало пообрабатываю. Прикинь. Ролика не хочешь бы? Дикого. Просто больше 3 килограмм не надо. Мы на диете. Да, 3 килограмма вдвоем и так, думаем, будет нормально. Вот так я встал. Сейчас буду давать Виталий прикуривать. Открываю капот. Опа! А аккумулятора-то у меня нема. Где мой аккумулятор? А у меня прикуривалка вот здесь специально. Видите? Специально для Виталика. Включили это страшное устройство. Устройство просто очень страшное. Видите, как без аккумулятора заряжать. Виталия, да давай уже газуй. Газуй, Виталя, газуй! Короче, аккумулятор разрядился так, что надо ехать покупать новый. А я тебе сразу говорил, бери аккумулятор. Что я увидел? Дороги стали поливать. Я первый раз увидел, что поливают дороги. Ёшкин, Матрёшкин. Короче, друзья, что я вам хочу сказать по этому поводу. Если аккумулятор у вас сел, то у вас уже, короче, с ним проблема. Надо сразу менять. Иначе будете долбиться с ним каждый день. Ну, это сугубо мое мнение. А напишите в комментариях, как вы думаете, стоит ли менять аккумулятор, или лучше с ним подолбиться. Разок, другой, третий. Так что мы снова едем на авторынок, друзья. Смотри, а вон еще товарищ, видишь, долбится. Тоже аккумулятор, наверное. Это еще аккумулятор. Вот это, сука, встретились, а. Мда. Не в жопу догнал, Виталя. В очичи. В очичи догнал. Слушай, как это урон. Ну, уснул, товарищ. Что сделаешь? Слушай, как это урон. Так, и вот тот же авторынок. Второй раз. Второй раз, второй раз. Главное, чтобы хлопчик этот работал. Который вот в той будочке аккумуляторы продает. Паркуемся. Чего? У тебя вода какая-то течет. Ну, у меня же работает климат, братан. Варта. Варта, вот это сила. Вот это Айда Виталька. Айда молодец. Пристегиваются сразу. Видите, как я его научил пристегиваться. Ну, у меня рабочикоматер у меня. Надо найти у кого хорошая зарядка. Не вся, не все зарядки возьмут его. Машиной можно не пробовать. Протянуть его, и он будет нормальный аккумулятор. Ну, оттянем его потом на дачу. Так, ну что, Виталька, давай. Ну, подожди, заведите. Ставь аккумулятор. Может, еще четвертый раз придется. Ты заведешься. Заведешься. Ну, в новом аккумуляторе точно заведешься. Давай, я жду тебя во дворе. Где во дворе? Ну, где? У себя. Поехал я за Леной, за детьми. Ух ты, Лен, какая машинка. Это сейчас такие поливайки, да? Или что это такое? Ну, да, поливалка. О, только как она нарушает. Круто. Раз. И погнала на красный свет за меже светофора. Только что-то она не поливает, едет. А дом у меня будет все-таки за вот этой церковью. Вот, друзья, видите, что я взял с собой на дачу? Стол, труба такая, пригодится там, да? Баклаха для воды. И две досточки и шампура. А вот она, моя банда вышла. Банда, а ну идите помогать. Он то, что я с подвала взял. О, тянут, тянут. Давайте, каждый по чуть-чуть. Вот это помощники. А папы остались тяжелые доски. Это от чего вы так защищаетесь? От коронавируса. От чего? От коронавируса. Да, и поедем на дачу, поэтому, да, шашлык жарить? Да. Вот, началась эпопея. Дождись Виталика, да, Лен? Квест. Дождись Виталика, да. Виталик на связь не выходит. Ладно, я не буду сегодня нервничать, так как у тебя день рождения. Ну, давай поторопись, братан. Мы тут всей машиной тебя ждем. И подписчики все сидят, смотрят. Когда же ты подтянешься? Собираешься, как девушка. Ты что, там губки подкрашиваешь или что? Или реснички? Разворачивается, разворачивается. Мы выезжаем в село, блин. 15.25. Кошмар. Все, Виталя на хвосте. А что ты сидишь в машине? А попить идем покупать? А? А что попить давай? Ну, попить что? Не шо. Пошли в заправку. Отъехал, встал. Короче, Виталя мочит, блин. Тут все ставят заправляться, идут в магазин скупляться. Так, ну вот смотрите. Сейчас 15.49. Выезжаем на Броварской проспект. Посмотрим, во сколько приедем. Посмотрим, коронавирус на трассе продают? Да. С той стороны стоят, да? Я пошел в работа, понимаете. Это дело тонкое. Сейчас, глянем, с этой стороны есть, или нет. Это автобус точно ждет. Не, ну это ждет автобус, да. А, ну ладно, смотри. Хотели тоже порядочно. Сейчас вот тут глянем, продают, че не. Вот тут обычно дальше чуть продают. Не, они сегодня по другой стороне работают. А, вон, 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 вон. Сегодня с той стороны все. Маска все как надо. Ладно. А, и вон, с той стороны тоже продажа активным ходом идет. А вон одна стоит, пенсионерка. Да нет, кто-то кого-то ждет просто. Что ты, глянь, ну что, глянь, смотри, глянь. Ух там, уху! Ты видел, он говорит, ждет она кого-то. Вот у нас веселуха, да? Сзади в зеркале Виталька плетется. Ну да ладно, хватит. Полетели. С этой стороны не вижу ни полицейских, а с противоположной стороны не знаю попало в видео или нет. Там стоит полиция, стоит огромная машина, проверяют всех там. Андрюха, ты что нас всех затроллил, что ты спишь, да? Андрюха, всех притроллил. Ну скажи, ты рад, что на дачу едешь, сына? Мы, конечно, пробку собрали. Остановились перед светофором, блин. Но Андрюху укачало. Укачало Андрюху. Отпустила уже? Отпустила? Постарай, что это поспать. Ложись поспи, заяц. Прикачало тебя чуть-чуть, сыночка. Надо будет у нас там в разведку сходить, узнать, нет ли у нас там такого лесочка какого-то. Вот, если там еще лесочек какой-то такой есть, то это вообще красота. А это мы проезжаем пока Русанев. Сегодня мы будем ехать дольше. Андрюшке опять плохо, что-то его стало укачивать. У меня маленького тоже укачивало. Ну что там, уже нормас? Да. Опа, Черниговская область, Бобритский район. Бобритский район. Ну я вот не пойму. Мы, по-моему, будем потом въезжать дальше опять в Киевскую область. Кто-то в комментариях подскажет, какая там область. А может и не подскажет. Ну еще так часто Андрюху никогда не укачивало. Ну могло там раз укачать за дорогу, уже третий раз. Что же за дела такие-то, а? Так, а вот здесь где-то сейчас будет написано, мы должны въезжать в Киевскую область. Так что получается, эта область-то Киевская. А вот мы ехали через Черниговскую. А ну, вот на вот этом знаке, наверное. Да, друзья, вот она, Киевская область. Так тут у нас, оказывается, еще и лес есть. Это в пятнадцати минутах от нас на машине. Навигатор показывает. Так что ничего себе, какой лес. Будем грибочки собирать. А он кто-то там Кандрик распалил и горит. Кандрик проснул. Вон смотри эти гуся. Давай возьмем папку. Глянь, а вот есть гуси. Гуси есть гуси. Сереге гусы надо. Точно, надо было, блин, гуся, Сереге, купить. Гуся купить. А лес не хвойный, лиственный, да? Тут грибочков, наверное. Ой-ой-ой, сколько. Все, прибыли. Вот она наша церквушка. Вот он наш Андрюшка спрятался. Что прячешься? Илюшка. Матушка наша. Куры вот они прям ходят. Прям вот они. Глянь, Андрюха. Куры, петухи. Сергей. Выдавим яйцо и кинем Сергея. А он еще не это? Может он тоже уже курей завел? Сейчас мы у него спросим, да? Время 17.35. Ехали мы долго, потому что Андрюшке было не во Жнецко. О, это кто? Серега что ли? Они вроде не похожи. Или Серега? Снимает нас. Снимает. Вот он он сельский парень какой, а? Батные штаны. А во двор еще заезда нет? Да. Да. А шо ж ты тут делаешь то? В смысле? Ну если во двор заезда нет. Печь топлю. Да? Печь топлю. Понятно. Ух ты как подзарос. Ага. Да. Мы законы выучили. Сколько тебе полтосов? Да. А мы еще ничего не жарим. Да? Вы вообще не по адресу. Я протокольчики буду сейчас оставлять на вас. Кто здесь показывает? Куда идти? В хату. В хату идите. Карлосе этот шлем примерить и будет все нормально. Ах ты. Там уже блин. Ну колодец вот. А как ты колодец сломал? Красавец. Как ты сломал колодец? Ты что спускался в колодец что ли? Посмотришь на видео, я его ликвидировал. Ну здесь уже угли, смотри. Ай-яй-яй, сейчас будем жарить мяско. А вы берите и вот так махайте возле телевизора, махайте. Сейчас когда мы положим, махайте, чтоб горело хорошенечко. Да, ревизия во дворе. Ого, он тут почистил. Ого, ого. Не это, не валяет дурака. Видите-ка? Ого, он там сколько вырезал деревьев. Все по-взрослому. Не шутит. А ну сейчас интересно проверю. Кран открыл? Воду он где берет? Должен был открыть кран. Если воды нету, значит, а, он еще не открыл кран. Здесь вода есть, господа. Там надо спуститься и открыть кран. Не, ну нормально, мама. Да, Серега тут начистил пока? Ну, не так как я, конечно. Нормально у тебя костинчик. Ну, почистил. Я под тебя кашу. Под детку, где детку. Я дровосель. Серега, сельский парень. Смотрите, борода у него отросла, как вы хотели. Возы нет. Серьез сольется с колхозом. Он за погребом, вот здесь выпилил деревья, блин. Нафига ты их тут пилил, Серега? Блин, я бы тут не пилил бы деревья. Вот он где выпилил. Хорошо, что вовремя остановили. Серега, как хорошо, что ты эти деревья не выпилил. По цивилизация приезжает в село, да, Серега? Ничего, ничего. Там зафиксировать надо. Блин, ты что, уже замерзла? Да, блин, надо было все-таки теплые. Ну, прохладно сегодня, да? Пиво, я тело сразу тепло. Касли. Холодно, давайте домой туда. Городские, на территории не ссорим, штрафы 1700 дают. Сейчас по 17 тысяч штрафы берут, Серега, по 17. То есть у тебя, короче, ссорить можно. У меня тут цены другие. Сельские. Угостка дешевле. Самогон вообще дешевый. Приезжайте к нам в СОО. Тут уже ландыши твои прорастают. Видела? А вот этот забор, это когда-то Лена делала. Ты же сказал углей. Вот так берешь. Кому лей, блин, полным-полно. И еще вот пачечка сейчас сгорит. Прям вот это сразу. Может ее проличишь? Зачем? Она сейчас сгорит и все. Вугилья. Я этот котер уже 4 часа полю. Постоянно. Так я решил ливануть еще жидкости. Давай, Виталька. Ты именинник, подливай. Подливай. Лена, отойди подальше. Агуричный. Отойди подальше. Виталька льет, это серьезно. Антикварный. Сумку только мою не спали. Холодильник, блин. Ты можешь присесть и поливать. Я же пробую, какая реакция. Это гель, видишь? Это какой-то гель. Да может и для брутя, слушай. Ты попутал. Шампунь. Что такое, человек? Она вообще не в швате. А ты прочитал, что там вообще написано? Это гель, да. Нет для душа. Это распаливач в комплекте был. Поэтому он и не горит, да? Да. А ну да, я попробую. Нормально. Ты сколько на улице не был? Целый месяц, наверное, да? Сказал, что поедет с нами в город, да? Да. Сдаюсь. Неделю не высидел. Или свиней, или... А мы думали гусей по дороге тебя поймать, чтобы ты гуся душил. Или гусей, или свиней, или, блин, что-то в сарай надо. Смотрим, как Серега там печку топит. Давай, пошли в дом. Заходи. Ух ты. Ух ты, ты плакат повесил, Серега. Дровишки. Нифига себе он тут сапоги сушит. Маска у него здесь. Нормальная. Проводка почти как у нас дома. Только здесь натуральная. Ну, да. Я печку не умею топить, а Серега уже умеет. Да, тут время остановилось серьезно. Видите? Газетка лежит с дядькой. С дядькой с каким, а? Или грой с маном. Знаете, что это за дядька, господа? Напишите в комментариях. Ну, смотри этот. У Сереги запасы продовольствия, а? Он вообще танцует. Вот это запасы. Гляньте, какие у него запасы продовольствия, а? Что там, Илюха? Узнаешь? Да. Будем наводить тут порядок, да? Нет, это не весело. Так что, вы сегодня остаетесь или что? Нет, мы сегодня не остаемся. Я все, тогда собираю вещи потихоньку. О, вот Витальке подарок принесло. Орешек один, и Орешек я себе оставлю. Ух ты, глянь, Серега тут не все сладости съела. Офига себе, вот это да. Видишь, Виталька? Крутое мое. Он неделю хранил, чтобы тебе подарок сделать. Страку на себя еще нормально. А что вы здесь на этот парк слушаете? Нормально. Красавчик, Серега. Будем погнуть туда. Ну да, он, конечно, тут почистил прикольно. Вот, пожалуйста. Маки все остались. Этот пакетик тут до сих пор валяется, да? Глянь. Маки. О, у Виталя уже мясо будет сейчас нанизывать. А мясо в холодильнике. Эх, мяско нанизываю. Нанизываю мяско. А вам там как на карантинчике. Хочется сейчас шашлычка пожарить. Ах, шашлычок. Чуть-чуть, 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 открой, блядь. Опа, скандалы, интриги, расследования. Ну, отлично. Мясо из пепси. Я думаю, он не испортит. А не везти варянда. Я думаю, большой оно. Ничего такого. Некусяки. Вот так. Вот так. Ах. На кастрик. Ты такие, сука. Ты можешь не материться? Я резать не буду, отвечаю. А вот дай мне как будто еще кулачек. Дай мне лучше салфетку. Вкусно? Так. Сейчас наконец-то Серега запустит воду. За почти неделю пребывания тут. А где она там открывается? Где-то? А, вон он кран внизу. Видите? Его надо открыть. И будет сразу вода. О, Серега взял какой-то мощный инструмент и ВД. Самый мощный. Нормальный кололец. Так уж жить можно. Да? Да. Первая часть мяса уже готова. Лена, а ну-ка, ты погрели. Ты что? Серега, мяско подъехало, братан. Ух ты. Почему я так рад? Мясо, наконец-то. Самый главный секрет Виталькиного мяса, это то, что он мясо поливает пепси. Вы такое когда-то видели? Рецепт, а? Попробуйте. Мясо просто огонь. Да, то же самое, что мясо, короче, запивать пепси. Конечно. Да, то же самое, что мясо, запивать пепси. Оно карамелизируется и вкусненькое, да? Да. А оно, Андрюха, скажи, вкусненькое? Сочное такое. Мы летели быстро, 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 чтобы успеть. И так хотели на природу пожарить шашлычок. Виталька, ты что забыл купить? Признавайся. Самогонку. Самогонку. А забыл он купить, друзья, знаете что? Нет, Аню он взял. Серега тут. Андрюха. Илюха. Лена. Мясо есть, мясо. А кетчуп вы где-то видите? Ну скажите, вы видите где-то кетчуп? Мивина есть. Любишь мивину? Обожаю. Ставьте лайк, кто любит мивину. Виталька, а помнишь ты мне на Новый год дарил салют? Какой салют? А, да. Вот, этот салют еще у Сереги сохранился. Даже Серега его не использовал. Так что запустим салют в честь твоего дня рождения. Да, Серега? Да. Запустим? Да. Сильно большие. Вот это в чём? Вот это в чём? Вот это в чём? Ах, шашлычок. На Пасху жарим шашлычок? И все молчат. На Пасху шашлык жарим, господа? Господа! Серега, жарим шашлык на Пасху? Да. А яйца красим? А какая Пасха? Пасху, потому что отменили. Ну, у кого-то отменили, а в селе нет. Отменили, тут тоже карантин. Городским Пасху отменили. А это мама делает. Мама делает. Слушай, нас нет с собой. Вчера смотрели новости, которые думают, что летом люди приедут. Да, конечно, летом шашлык леет на побережье. Конечно, будет. Потому что Дима, я в полгода, я в полгода. Вот это. Давай. Давай, бери кусок мяса. Давай. Вон, шашлык. Давай, братан. Снюхай тебя, снюхай. У нас, видите, безалкогольное день рождения. У нас чисто мясное. Мясное на природе. Карантин просто забодал. Я просто среди тебе иголок, признаюсь. Ты давно хотел это сказать. Жирненькое такое, сочное. Просто пушечка. Хорошо, что ты не взял соус. Лично я соус не ем. Соус убивает вкус мяса. А я вообще маринаде не делаю. Вот когда не делаешь маринаде, вообще, то такое получается. Это диноза. Вон. Здравствуйте, сосед. Я подошел, что дымок пришел, такие, то самое, я пошел. Ага. Я узнал, и вот это. Я кожу тебе пускал чудовик. Помнишь? А ну-ка, трейд. Кожа тебе пускал. А ну, вспомнишь. Дегом. Помнишь? Раз, два, четыре, раз, то я поднял, и ходишь. Ага. Люди кидаетесь. Мяска вам дать кусочек? Кота тепла. Тепла. Что дам? Что же было? Мяска будете? Да. Мяска. Так, потом ты идешь. Ты что? Видишь? Серега воду открыл, а? Так что, блин, видишь, я, даже если открыл, я пояса буду закрыть. Ёперный болит. Сюда надо будет взять хомут и стянуть это хомутом. Глянь, треснула труба, а? Вот так аж треснула. Ты и что? Сейчас воды можно наберем? Да. А как же набрать воды вот так? Так, пару пинклей. Давай баклаху. Витель открыл. А, ну да. Сидела. Давай баклаху. Вода! Там, сына, круто? Да, прикольно. Аккуратно, смотри, в колодец не подходи. Вот это Серега, да. Это, наверное, потому что не закрыли, когда зима началась, да? И порвало, блин, трубу. Ну, теперь придется сделать эту трубу. Так что, видите, господа, водичка здесь благополучно есть. Так что скважину бурить не придется. Вот там разве что только артезианскую. А артезианская здесь водичка. Ай-яй-яй, какая хорошая. О, бутылёк какой я привез с помпой, а? В селе вообще милое дело, то, что надо. Ну да, без бутыля пропадешь. Деду, деду мясо. Отец, это самое, сразу мясо. Вот пару кусочков. Попробуй. Кусочек маленький отрис. Нет, это вам пару шматочков. Пару шматочков. Пару шматочков это специально для вас оставили на тарелочке. Один, а то ваши. Ну, добрый, добрый. Как вариловка-то? Да мы же в Киеве сейчас живем. Мы же сейчас в Киеве живем. Я думаю, что там это самое, в Мариуполе. У меня и внук в Мариуполе служит. Да? Да. Дед Тарас говорит, что тебя не отпускает. Что ему скучно будет, не с кем поговорить. Да я же вернусь. Я же обязательно вернусь. Дивись, ненадолго. Он говорит, что это, ненадолго. Так что еще погутарите. Да нет, он будет, не придется. Красота, природа. Да не, не надо. А мы же потом тут солнце будет. Мы же были тогда. Тут теплое, как узнаешь. Три-четыре зимы. Хватит теплое. Да я говорю, что если эти акации срубить, то тут жарко на этой стороне будет. Лена осматривает владение. Да я знаю, что тут надо делать. Давай, давай, давай. Похолодало сегодня, да, Кисть? Завтра 19 градусов тепла. Понимаете, о чем? Вот если бы мы вот завтра сюда приехали, это был бы огонь. Мы бы, наверное, даже с ночевкой остались. А так холодно, конечно. Очень холодно. Руки нормы. Серега, на что ж ты бросаешь деда Тараса? А где же спрятали золото госбанка? Нет, не слышали? Про золото госбанка слышали? Нет. Нет? Нет? Моя, у меня есть, что-то мое. А где же мы запрятали в селе? Вот здесь. В погребе. Ну, чай погреб один, два, другий погреб. Два погреба. Горите. Татаня, зачем ты тут? Та я тушу. А она... У Тани, как раз, как раз, горите. У Тани дым-машина именно. Ого-го. Все, нет. Распалила опять кастры. Мы замерзли. Греемся. Дым-паровоз. Ага. Ну, что, Виталя, ты уже повзрослел? Да. Больше матюкаться не будешь? Нет. Уже взрослый парень, да? Отвечаю. Вот это ты зря сказал, отвечаю. Все, пацаны, спросите с него в комментариях там. Двести гривен за ремонт печки, что не замерз Серега. О, какой у вас гаджет хороший, а? О, хо-о, я дров. Просто хороший гаджет. Дякую, что не дали Сереге замерзнуть. Въезжаете вы же? Почините нам потом еще русскую печку. О, что. Чтоб не перескидал богато. Русскую потом еще почините? Да? Русскую почините? Ну, вторую печку потом почините. В старую? Да. Где клавжу ту, плиту? Да. Пищу ту. Да. Она готова, она нормальная пища. А ту большую тоже можно топить? Да. Да? Холчук же та самая. Ну, все. Спасибо. Вот это у вас дрова. Вот это вы столько напиляли. А это сын приедем без запилов. Это я только зараз до топки нанил себе. В общем, тебе, слышишь? Забудься к тебе с батю. Андрей. Андрушка. Так, слушай. В общем, те горит, те горит. Подряд. Ага. А вот это сколько вы заплатили за вот это, что вам вот это вспахали? А это, что заплатил, в общем, и где-то на паевики. А тут у тебя должен пай быть. Ну, тут пайа нет никакого. Это где-то 300-400 гривен пайде. Ну, где-то 500 гривен. Ну, это все вспахать, да? Вот 60 суток. Как вы спалите? А ты мне объясни, пожалуйста. Не-не-не, полить сейчас не надо. Полить ни в коем случае. Не поджигайте. Не, я не полигать не буду. Мы приедем, это, трактор загоним и все вспашут. Трактор надо, знаешь, чем? Тоже нам надо душ поставить. Нормальный душ у соседа. Что надо? Та, красота! Диви, заходи туда-сюда и все. Вот это душ. Да, это мы там с бабою все купаемся. Где положено. Смотрите, что Виталя сделал. Виталя сделал тут отвора в эту петлю, короче. Смотри, он такой бежит вечером. Он цепляется, по-любому зацепается. Сюда раз и упал бы. Ну, где-нибудь на кодом. Сюда же с ним будет. Ну, что-то будет не сильно хорошее. Не лазил, короче, по дворам. Вот это ты замастерил тут петлю. Видите? Какая петля. И привязал к дереву. Мне вот определенно нравится этот сарай. Он добавляет какого-то такого сельского колорита, да? Не кажется тебе так? Да, как вестерн, знаешь, коня еще. А вы, друзья, что скажете по поводу этого сарая? По-моему, он очень даже неплохо смотрится в центре. В центре села. В центре села, да. Сергей, а ты что думаешь по поводу сарая? Что? Да снести его к этим всем чертям. Все, закончилось день рождения. Скажите, а кто-то узнает вот этот огнеупорный кирпичик из видео. А? Ямочка. Какая хорошая ямочка. Очень нужный и ценный кирпич. Чего? Камер сколько? А сколько там камер? Не знаю, пять, наверное. Да, есть пять. Сколько у Андреевки камер? Откуда же сколько? Четыре. Ну, посчитай внимательно. Сейчас, раз, два. Четыре, четыре. Пять. Четыре, шесть. С фронтальной. Раз, два, три. А фронтальных тоже несколько, да? Пять. Все, кто был у Витальки на день рождения. Серега! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Серега, а ну скажи последнее слово. Какое? Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Комментируйте. И с вами был Серега и его компания. С днем рождения! Не забывайте, не забывайте. Серега, колхи и его компания. Серега! Коментуары не забывайте! Короче, вот, друзья, Серега трудился, целое лето работал, собрал, короче, консервацию, персики, абрикосы. Все для вас, друзья, короче. Будем разыгрывать. За лучший комментарий вам пришлем. До этой банки лет 15, наверное. Прикинь, какая... Серега сделал. Прикинь, какая выдержка, Виталя. За неделю, за неделю сделал пацан. Так, ну все, господа. Мы собрались. А может, салют? И поехали домой. О, а салют, Виталька. Я не пойду, потому что я закрыл дверь, и какой-то там грохот был. Там-то там и га есть. Кто пойдет? В смысле? Какой грохот? Давайте снимать страшили. Слышишь, так там, наверное, печка, блин. Я ее просмотрел, она была потуха. Слышишь, она там не вниз. Ну, вот, летит крыло, короче. День, дверь? Да, ставь его тут по центру и поджигай. Выходи, Иван. Да, давай. Тушить не буду. Нет, ничего не рвать. Просто так, что поджигаешь, убегаешь. Она может лететь крыло, в болт, в любую сторону. Она же шырела, могла лететь куда-то попасть. Это опасная реча. И ты что, вверху? Я дей ее. Я дей ее.